В начале выпуска последняя информация о ситуации в Египте. Центральная площадь Каира, Тахрир не покидают несколько сотен демонстрантов. Они готовятся к новому маршу миллионов принять участие в митинге. Население призывает силы оппозиции. Впрочем, вряд ли им удастся собрать столько же своих сторонников, сколько выходило на улицы египетской столицы несколько дней назад. Простые жители говорят, что устали от манифестации, хотят вернуться к нормальной жизни. В стране сегодня откроются банки и госучреждения. Люди выйдут на работу после долгого перерыва. Между тем, исламистская организация «Братья мусульмане» объявила о начале переговоров с правительством. Ее представители заявили, что в ходе дискуссий стороны пытались договориться о том, когда и каким способом власти удовлетворят требования народа. Еще одной целью диалога движения называют устранение иностранного вмешательства во внутренние дела Египта. Ну а накануне стало известно, что Хосни Мубарак останется председателем правящей национальной демократической партии. Ранее агентство Reuters сообщало, что президент оставил партийный пост, но канал Аль-Араби эту информацию опроверг. Между тем, в отставку ушло политбюро правящей партии. Новым генсеком назначен Хасам Бадрауи, представитель либерального крыла НДП. Кризис в Египте стал одной из центральных тем Мюнхенской конференции по политике безопасности, которая завершится сегодня. Свою позицию по египетскому вопросу на форуме вновь высказали США и Европа. Правда, на этот раз выступления политиков звучали более сдержанно. Речи делегатов прокомментировали ведущие мировые СМИ. Анна Балдина продолжит тему. США дали Египту время. На конференции в Мюнхене госсекретарь Хилари Клинтон выразила понимание, что подготовка к честным и прозрачным выборам в Египте может занять время. И еще раз подчеркнула, что о внешнем вмешательстве в судьбу страны речи быть не может. Наша задача сейчас – помочь нашим партнерам в создании нового будущего, где мнение народа будет услышано, а их требования удовлетворены. Но при этом я хочу отметить, что все будет зависеть исключительно от решений местных политиков и пожеланий жителей этих государств. Таким образом, Хилари Клинтон несколько смягчила предыдущие заявления Барака Обамы, указывавшего необходимость немедленных перемен во внутренней политике Египта. Как отмечает британская Телеграф после этого заявления, египетский президент Хосни Мумбарак может вздохнуть свободно, ведь постепенный переход – задача куда более выполнимая, чем срочная реформа. Как пишет «Индепендент», этого ветра перемен со стороны США особенно ждали в Израиле. Для этой страны смена власти в Египте – перспектива более чем опасная. Если в новое правительство войдут исламисты, сотрудничающие с пока еще запрещенной организацией «Братья-мусульмане», Израиль, как и 30 лет назад, вновь окажется в недружественном окружении. Президент Шимон Перес вновь выразил лояльность действующему египетскому руководству и беспокойность ситуации в Арабской республике. Я знаю президента Мумбарака много лет, и он один из тех политиков, кто предотвратил войну на Ближнем Востоке. По сути, он спас жизни и египтян, и арабов, и израильтян. Поэтому нынешняя критика вряд ли сможет затмить его заслуги в области достижения мира в регионе. Но вот если «Братья-мусульмане» придут к власти, мира они с собой не принесут. Свежий американский взгляд на египетские волнения поддержала и Европа. Как пишет Вашингтон-Пост, европейские страны быстро считывают знаки, посылаемые из Вашингтона. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности назвала заседание Ближневосточного квартета в Мюнхене очень успешным, подчеркнув, что в разрешении египетского кризиса Евросоюз шагает в ногу с правительствами других государств. Мы понимаем, что обстановка в регионе сейчас нестабильная, поэтому политики должны приступить к проведению необходимых реформ. Это послание и донесла непосредственно до вице-президента Египта Амара Сулеймана. Каир сейчас должен показать мировому сообществу, что перемены начались. Впрочем, Индепендент пишет, что оптимистичный сценарий пока существует лишь на словах. Обозреватели не спорят, что стабильность действительно будет восстановлена. Об этом говорят даже резеющие толпы на Каирской площади Тахрир. Но если реальных изменений не последует, то следующего кризиса, куда более сильного, миновать не удастся. Анна Балдина, Артем Красолин, Вести. В Каире сегодня впервые с начала протестов. Вновь откроются банки, заработают банкоматы. Как ожидается, у отделений выстроятся огромные очереди, поэтому власти заблаговременно ограничили выдачу наличных средств. В этот день не более 50 тысяч египетских фунтов в одни руки. Это порядка 10 тысяч долларов. Открываются сегодня в Египте государственные учреждения. Напомню, накануне в Каире был также смягчен режим комендантского часа. Но вот школы в Египте по-прежнему закрыты. В Корее взрослые проводят детей митинговать на площадь Тахрир. Сидя на плечах у родителей, дети размахивают флагами, скандируют лозунги. Ну а подростки приходят на Тахрир и сами, чтобы, например, снять происходящее на мобильный телефон. В Каире уже несколько дней работает наш специальный корреспондент Анастасия Попова. Ей удалось побывать в гостях у живущих или, скорее, выживающих сейчас в Каире россиян. И вот ее репортаж. Юля приехала из России. Говорит, что была уверена, Египет – одна из самых спокойных стран мира, а население – одно из самых ленивых. Она думала, что смогла убежать от прошлого. Оранжевая революция и революция рос. Но прошло два года египетской жизни, и протесты настигли ее вновь. В Каире, на площади свободы. Еще утром она была на Тахрире, по делам. Видела русских искателей приключений, французов с путеводителями и тысячи египтян, требующих отставки президента Мубарака. Телефон обрывался от звонков друзей и близких. В итоге Юля собрала вещи и решила уехать из страны. Связано с работой. Ее в ближайшие месяцы не будет. Это 100%. Я занималась ивентами, организацией каких-то праздников, свадеб. Занимались съемками в фильмах, в рекламе, в видеоклипах. Сейчас этого не будет. Теперь она хочет бежать в Испанию, но перед отлетом согласилась проводить нас в квартиру, где живут ее друзья. Мы выбрались из гостиницы, когда началась пятничная молитва. Это самое безопасное время. Митингующие дают нам передышку. На дорогах десятки блокпостов, армейских и полицейских. Где-то досматривают, где-то пропускают, проверив документы. Ехать до острова, с которого прямой путь на Тахрир, пришлось окольными путями. Вместо 10 минут мы потратили час. Чтобы попасть в квартиру, пришлось показывать журналистское удостоверение. Жильцы хотели убедиться, что мы не из египетских спецслужб. Аня из Рязани, в Каире всего два месяца. Живет со своим другом Ахмедом, студентом и начинающим бизнесменом, который добивается отставки президента Мубарака. Я был на Тахрире дважды, последний раз в ту пятницу. Полиция стреляла в нас, повсюду был слезоточивый газ, много раненых. У меня все лицо и тело изрезано мелкими осколками. Вот шрамы еще остались. Аня была дома, она была очень напугана. В следующий раз я взял ее с собой. Теперь она вместе с другими иностранными студентами помогает митингующим. Им привозят еду, воду, лекарства. Раздают все бесплатно. Уезжать не хочет, несмотря на все просьбы родителей. Родители звонят, спокойствие. Да, родители, когда связи не было, вам по помощи ходила. Квартира уже превратилась в своего рода координационный штаб. Недалеко от Ахрира, но все же в относительной безопасности. Я с вами сидеть недавно. Мы сюда приехали, наверное, дня два назад. Живут вместе, спят на матрасах на полу и вместе готовят. По очереди убираются в квартире и ходят с продуктами. А чем вы вообще питаетесь? У вас есть продукты? Ну, конечно, продукты есть, все так же, как и раньше было. Скажите, что они там? Жанны, улицы доходили. Ну, в принципе, все так же, как вы думаете. Ну, цены, ну, может быть, немного подорожали, а так все так же. Круглые сутки они на телефоне. Тем, кто на Тахриле, сообщают последние новости из других городов. Фотографии и записи, присланные им с Площади Свободы, тут же выкладывают в Твиттер и на Фейсбук. Каждый из нас там был как минимум один раз. Но проблема в том, что сейчас все стало непредсказуемо. На тебя в любой момент могут напасть, в любом месте, в любое время. Студенты всегда самые активные участники демонстрации. Эти ребята тоже были на площади до Христ с самых первых дней. Но сейчас там настолько опасно, что они предпочитают сидеть все вместе и смотреть новости по телевизору. А там все похоже на сценарий голливудского фильма. Вроде развязка близка, но каждый раз события приобретают неожиданный оборот. Протесты настолько сильно всколыхнули египетское общество и сломали привычный образ жизни, что в этой истории после титров можно смело писать. Продолжение следует. Анастасия Попова, Михаил Виткин и Павел Кидисюк. Вести, Каир, Египет. Ростуризм еще раз призывает россиян, отдыхающих на Красном море, проявить бараглазумие и покинуть опасный регион. Сейчас все российские авиакомпании, совершающие рейс в Египет, обязаны брать на борт наших граждан. И не проблема, если билет оформлен на более позднюю дату и в другой компании его можно обменять на месте. Я вам напомню, что сейчас в курортной зоне Египта остается порядка 28 тысяч наших соотечественников. Ростуризм и надеется, что до конца следующей недели большинство из них покинет страну. Ну а в Париже в аэропорту имени Шарлетт-де-Голе встречали французов, которые вернулись из Каира. Одни из них жили в Египте уже несколько десятилетий. Успели там обосноваться, но бросили все, чтобы переждать беспорядки у себя на родине. Другие спешно возвращались из командировки. Уже 25 лет, как мы живем в Египте. У нас там родились дети, появились друзья. Соседи обняли нас на прощание, это было очень тяжело. Пришлось бросить все, все наше имущество осталось там. Сложно принять это. Мы надеемся вернуться как можно скорее. Обстановка в Каире напряженная, отношение к нам не самое лучшее, а на улицах растут баррикады. Мы решили не испытывать судьбу и переждать во Франции месяц-другой. Я хотел поговорить со сторонниками президента Мубарака, чтобы репортаж получился объективным. Вот, посмотрите, что стало с моей рубашкой. Кончилось все дракой и оскорблениями. Все дракой и оскорблениями. Все дракой и оскорблениями.